так никто не ругается у нас идет видео что-то на том же месте теплая труба идет бабушки 1 2 3 4 у нас идет шах 20 сантиметров или 200 миллиметров да вот он и для того чтобы нам проходить назад нам нужно всегда оставлять два раза больше получается 40 пока бабушки не растоптаны они хорошо держит так теперь такой момент когда мы закрутились назад оставляем место для выхода и идем если труба очень жесткая и можно фаланговым методом немножко согнуть можно как надо а потом закрепить специальная скоба якорь и теперь возвращаемся назад так как шаг у нас 200 миллиметров то получается кратность у нас должна быть до метр или метр сорок до метр сорок здорово все на углах фаланговым методом загнули трубу бабушка не даст ее сломать так и всегда ведем счет веировская труба имеет счет в конце сто семь метров сколько было начала контур по длине мы делаем не больше 90 метров но это критично поэтому мы стараемся делать вообще 80 максимальной либо меньше эта комната у нас разделена на два контура именно поэтому мы возвращаемся назад чуть-чуть еще дальше опять фалангой сгибаем трубу возвращаемся назад шаг 200 возвращаемся туда же откуда начинали так а у нас сколько у нас осталось 93 метра идеально очень хорошо великолепно просто говорите мог у меня весьма радует бабушка мешает срезать половину бабушки очень удобны для того чтобы у них быстро и легко монтировать ну пока и пока их опять же не потоптали и по сетке тоже неудобно ходить ну вот ну Поехали! Так, мы сможем зайти и выйти. Переделаем. Чем хороши бабушки? Если что-то не так, тут же можно все переделать. Еще разок. В таких местах такое бывает. Вот так, да? Раз, два, три, четыре. Вот, все, заходим и выходим. Ну, а куда сейчас набирать? Ну, куда-то хочу. Куда-то хотел бы набрать. Ну, что, здесь ламп готов. Мы тут откатим и еще что-то наберем. Понял. Понял. Так, сколько осталось? 30 метров осталось. Хватит? Сюда. 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 Так, вышли сюда. Три, четыре. Что, где-то вот здесь? Немноговато? Нормально, да? Да. Перфоратор мой убрали? А? Перфоратор мой убрали? Да. Убери, пожалуйста. В коробке уже? В коробке уже? О-о-о! Если нет коробки, то здесь нет. Ха! Так, раз, два, три, четыре. Точно хватит? Ну, что останется? Ну, ладно, я склонен тебе верить. Что происходит с трубой, Рома? Вот сюда якорь. А, есть? Нету будет. Должны быть. Нельзя говорить, что их нет. Не, нужно хотя бы два. Труба, вообще, конечно. Вот сюда. Так, выходим. Что-то... Такое ощущение, как будто маловато трубы. Думаешь? Ну, не знаю. Пока складывается такое. Да, да. Есть. Ну, может быть, двое не останется. Останется петельку в петельку. Так. Куда? Как-то мне здесь не очень понравилось. Ну, ладно. Так. Так, да? Здесь держат, по-моему, даже пока еще, да? Да, держат. Ты помнишь, как ходить, да? Не ходи. Пяткой. Да. Наступаем просто плашмя. Понятно. Так. Аккуратно заводим трубу. Идем по контуру с шагом 200. Смотрите. Так, что у вас задралось? Приделать. Угу. Используем якорь там, где это крайне необходимо. Как только мы дошли здесь до угла, оставляем столько места, чтобы нам выйти можно было. Для этого делаем вот такое нехитрое движение. Угу. 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 Так. И оставляем для выхода 4, да? То есть мы в данном случае должны вот здесь пройти, посерединке. Считаем 4. Он как раз покажет нам, что 40. Раз, два, три, четыре. То есть мы должны пройти вот здесь. Закругляемся. Так. Кто-то уже опять поломал все бабушки. Так. Понеслась. Раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, три, четыре. В данном случае мы здесь попали на то, что не можем пройти ни здесь, ни здесь. Иначе получится либо маленькое, либо большое расстояние. Поэтому делаем миамбру. Вот здесь не нравится. Если что-то не так, всегда можно вынуть. Вот здесь. Вот здесь я бы сделал вот так. Точняк. Угу. 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 И все, мы выходим на финиш. И дальше понеслась. Смотри, Андрюха, тут надо где-нибудь что-нибудь делать? В коне. В коне, да? Да. В коне. Входим на финиш. Идем обратно. Так, у нас еще осталось, не забывайте проверять, метраж. 61 метр. Это нормально, Тимо? Да. У нас осталась еще одна комната и в котельной просто выровнять. А в этой комнате мы уже занимаемся 7 минут. 7 минут. Ну, интересно, успеем до 10? Нет. За 10 минут не успеем, да? Главное, чтобы острые стены не царапали трубу, потому что верхний слой – это как раз кислородозащитный слой, который нам так нужен, чтобы кислород не попадал внутрь отопительной системы. Так, выравниваемся. проходим ровно и оставляем здесь еще один заход-выход, правильно? Угу. Последний. Так. Если мы зайдем рядом, то выйдем прям вообще, да? Может туда просто поближе? Где-то вот здесь вот, да? Где-то вот здесь вот, да? Да. Или еще подальше? Да. Удавна подальше. Удавна подальше. Ну, чтобы как где заход с улицы, чтобы всегда было так тепленько. Отсечь холодную зону. Много еще осталось? Три. И все? Да. Починить нехорошо. Растраиваешь меня. Так, еще одна мы должны зайти и выйти. Если я здесь пройду сейчас вот так, то зайдем, выйдем отлично. Зайдем, выйдем отлично. Заходим неплохо, но вот труба опять выскакивает, потому что бамышка просто в дребезги раздавлена. Ощущение, что они мне даже мешают даже эти бамышки, ну ладно. Приблизительно померили запас, сколько нам нужно. Повязаем. Сколько получилось по времени? 54 минут у меня. Ровно 10, да? Да. 10 минут на один круг. В принципе скорость неплохая. Дальше все как всегда. Зачистка. Утеплитель нарезанный уже и готов. Заводим сразу как надо. Поправляем. Гайка, стопорное кольцо. Сам фитинг. Вставляем, закручиваем. Я бы на самом деле такой большой дом, плюс еще высокие потолки, не стал бы вот закрывать вот это. Ну и пускай там две трубы вместе. Они друг друга обогревают, да? То есть у нас подача горячая и обратка, они рядом. Туда пошла не так остывает подача, обратно, дохревает обратку и тем самым как бы меньше котлу работать, да? Да, ну допустим холодная зима. И для чего шаг делается? Он как будто наращивает эти ваты, тепла. Вот если мы на один метр сделаем допустим, там я не знаю, два отрезка, да? Всего лишь трубой там с разницей в сорок сантиметров, то он уже тепло будет не так отдавать. А когда прям туда напихал, как прям селедка в бочке, то тогда уже и аккумуляция совсем по-другому работает. А тепло отдает больше. Какой вывод можно сделать? Монтировать теплые полы на бабышках можно тогда, когда никакие больше другие работы не ведутся и никто не заходит в эту комнату в течение нескольких дней. Они нужны только для того, чтобы сейчас задержать трубу, чтобы ее было легче разматывать. Кстати, в Европе запрещено использовать сетку. Но мне кажется, ее запрещено потому, что там производитель бабышек постарался, да? Он говорит о том, что сетка, труба на сетке будет лежать и постоянно расширяться в стяжке и сужаться вот так вот. Вот так вот, микроскопично вот так вот. И за 25 лет она протрется в дребезги и все. В теплый пол нужно будет полностью менять. Это что такое? Кем придумаем? Производителем. Кто, кстати, производитель бабышек? Кнауф. Кнауф. Кто это? Германия? Да. Немецкая. Представительство имеет новомосковские. Это не реклама, ты забыл сказать. Это не реклама, подписывайтесь на канал, ссылочка в описании. Ставьте лайки, они так нам нужны, да? Потому что мы хотим, чтобы Кнауф и другие производители связывались с нами, ссылочка в описании, давали нам на обзор свою технику, стройматериалы. Мы обязательно сделаем рецензию весьма честную. Потому что нам нечего терять. Как это? А есть что выигрывать? У нас нет репутации, чтобы ее терять. Мы никому не известны. Может, мы говорим, что главное правду? Это не важно. Очень важно. У нас есть свои принципы. Мы ими никогда не поступимся. Ни за какие деньги, ни за какие ландроверы. Завозик я готов на все. Не надо нам говорить, на что ты готов. Так, что мы делаем? Труба подошла к коллектору. Монтируем евроконус. Что мы делаем? Отрезаем трубу нужного нам размера. Используем инструмент зачистки. Просто вставляем, прокручиваем, она снимает фаску. По-моему, так и называется фаска снимать. Она снимает как раз фаску. Сверху и, самое главное, внутри. По необходимости можно очистить и прокрутить еще раз. Сначала вставляем гайку. Потом стопорное кольцо. Резинки аккуратно, чтобы они не соскочили до конца. И на место. Чуть-чуть поправили и закручиваем. Я использовал такой ключ. Можно любой, конечно, гаечный подобрать. Места хватает. Но намного удобнее. Я взял обычный ключ. Такие продаются. Но я просто срезал его болгаркой в нужном месте для того, чтобы проходило. Ключ, кстати, на 24, на 27. Мы пользуемся только 24. Придерживаем коллектор и затягиваем. Гайка начинает немножко поскрипывать. Верный признак того, что мы затянули хорошо. Следующий конец. Лучше, конечно, брать коллектора с запасом. Если что, всегда можно один оставить заглушенный. Но это лучше, чем как-то не хватит. Потому что, как я уже говорил, больше 90 метров не рекомендует производитель делать. Я не рекомендую делать больше 80. Так, начинаем опрессовку. Опрессовывать начнем с коллектора обратки. А воздух как раз будет выходить с подачи. Открываем первый раз-раз. Начинаем? Подливай. Вот он, закручен. Первые пузырьки вышли. Закручиваем. И так получается каждую петлю по очереди. Следующий открываем. Воздух пошел. Да, воздух пошел. Главное, не показывает, что сейчас 10 градусов тепла, да? Что там, что там. Значит, одинаковое показывает, одинаковая температура. Значит, работает. 11 градусов даже, ну, я бы сказал. Все. Под давлением. По максимуму. Все нормально. Алло. Бежим. Бежим.